Всем привет, с вами Priya. Ну что, прошла уже целая неделя со старта битвы за Азерот. Много репутаций прокачали до почтения. Есть даже люди, которые не верят, что их в принципе можно в текущий момент качнуть до почтения. Ну что, пришло время разрушать мифы и говорить о правильной прокачке репутации. Для начала глянем текущий мой набор репутаций, насколько прокачано. Итак, 7-й легион, 9330 из 21000. Адмиралтейство Праудмуров, 5455 из 21. Защитники Азерот, 5789 из 12. Орден возрождения шторма, почти 3000 из 21. Орден пылающих углей, почти 2400 из 21. Тардаланские искатели, 2800 из 12. Можно сделать вывод, что репутации прокачаны в очень большом количестве. Пришло время раскрывать карты и рассказывать абсолютно все секреты, которые были мной использованы при прокачке такой, по мнению людей, большой репутации. Итак, во-первых, весьма неплохо завершить абсолютно все главы. Мало того, что это даст вам доступ к осаде Барауса за Альянс, если вы играете, если за Орду, то к Гробнице Королей. Также не забываем делать военную кампанию. Помимо того, что нам нужна репутация с 7 легионом для того, чтобы попасть в Гробницу Королей, играя за Альянс, а в осаду Барауса, играя за Орду, так еще и мы делаем военную кампанию за счет этого. В последующем военная кампания, полное ее прохождение, а также абсолютно все фракции в виде почтений нужны для первопроходца Battle for Azeroth часть 1. С этого всего мы получим повышенную скорость передвижения верхом в Култиросе и Зандаларе, что означает плюс 20% мув спида при езде на маунте. Это весьма полезно, потому что чем быстрее мы бегаем, тем лучше. Прокачка самых главных репутаций в текущий момент это 7 легион и защитники Азерот. 7 легион у Альянса, либо же Армия Чести у Орды позволяет, как я уже говорил, делать военную кампанию, да и по факту все, ну и разблокировать доступ к подземелью. К тому же там есть весьма приятные награды. За уважение мы можем покупать 320 плащики у абсолютно всех фракций, насколько я правильно понимаю. Также за почтение мы можем покупать 335 вещицу, а за превознесение 350. Это очень полезно для тех, кому не особо повезет в луте и закупиться перед рейдовыми неделями будет весьма полезно. Но суть в том, что вещицы они продают не азеритовые, также жрелья не продаются, также не продаются пушечки, не продаются по-моему кольца и не продаются тринкеты. Но у защитников Азерот покупается все-таки азеритовая вещица. Полный список всех вещей, которые продают торговцы, я скину в описании к видосику. Можете посмотреть, за какую планку репутации, какую вещицу для себя вы получите. Потому что, к примеру, играя на кожнике, на кожаном персонаже, за почтение со стороны ордена возрождения шторма, я получаю ножки 335. А вот, к примеру, какой-нибудь латник получит, ну не знаю, запястье, может быть, ступни, может быть, пояс, может, перчатки, может быть. И, в принципе, на этом список окончен. То есть, только, по-моему, эти итемы могут продаваться у торговцев. Ну а теперь секретики прокачки всех вот этих вот дел. Во-первых, зачистка глав, как я уже ранее говорил. Во-вторых, зачистка всех локалок. Скачиваем себе аддон WorldQuestList, нажимаем на настройки, выключаем задания легиона, скрываем их просто-напросто. И наша задача — зачищать абсолютно все. Если мы будем зачищать не все, мы будем проседать по репутации, нас обгонит наш враг. Если вы еще будете пропускать локалки, то пока ты спишь, твой враг качается, что, в принципе, тоже не очень-то хорошо. Поэтому локалочки нужно делать. Если даже можно сдать какие-то относительно дешевые ресурсы, то, конечно же, сдаем. И все это лучше делать, да не лучше, а, в принципе, обязательно, под бафом контракта с защитниками Азерот. Контракт — это итем, который крафтится начертателем, может быть продан на аукционе. Также и куплен, разумеется. При его использовании висит вечный баф, который при выполнении любого локального задания дает нам 10 очков репутации с выбранной фракцией. Нас интересуют защитники Азерот. 11 очков репутации получают люди за счет того, что у людей есть такой расовый бонус, как дипломатия, увеличивающий получаемую репутацию на 10%. На контракт это также распространяется. Делая локальные задания питомцев, мы также триггерим наш контракт, и он также дает нам дополнительную репутацию, что весьма полезно. Сетап питомцев мой крайне прост и, в принципе, абсолютно таким простым сетапом. Даже не доходя до какого-либо третьего питомца, я сношу все живое, что только возможно в этом култиросе и на острове Зандалар. Детеныш Злобоклюва, Детеныш Кровогляда, Детеныш Острокогтя. Изредка я использую Близкотрона 25 уровня, он является механизмом с весьма хорошими способностями. И есть одна локалочка, насколько я правильно помню, на Змире, это Ордынская территория. Там нужно убить... ну как они правильно называются? Крог, по-моему, вот эти новые такие динозаврики лысые такие. Вот, их... там локалочка есть на такое вот существо. Это существо является боссом. Таким боссом, что при убийстве вашего питомца он бафает себе хосту, как боевой питомец, и восполняет фулл хп. Поэтому нужно убить его за одного питомца. И Близкотрончик с билдом 1-2-2 прекрасно с этим справляется. Далее про главы сказал, про питомцев сказал, про локалки сказал. Также не забываем делать обычные квестики. Даже за некоторые обычные квесты, которые разбросаны на различных локациях, вы также можете получить репутацию. То есть при начале какого-либо квестлайна, при взятии каких-либо квестиков, обязательно выполняем их и проверяем, дают ли нам репутацию. К примеру, многие люди пропустили квесты вот здесь, в Друстваре. У нас дается репутация с орденом Пылающих Углей. То есть там где-то 500 можно вывести, это точно, или 700, что-то типа такого. Также, скорее всего, многие люди пропустили в Зулдазаре, в Ксибале квесты, просто заигнорили их. А в принципе зря, потому что там около тысячи репутации. А может быть эта тысяча как раз вам нужна для того, чтобы открыть Гробницу Королей, играя за Альянс. Гробница Королей, Ордынское Подземелье, 7500 из 12 набираем и идем в Гробницу Королей, радуемся жизни. В принципе, я считаю так, что следуя этим советам, вы прекрасно качнете репутацию и преуспеете в этом деле. Потому что в текущий момент очень много вопросов появилось насчет этого. А ответы, как всегда, есть. Просто хочется вынести их на большое количество людей, а не объяснять каждому отдельно. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, не забывайте про YouTube канал, все-таки тут рассказываются полезные и правдивые вещи. Также гляньте видосик по аддонам, там найдете пару полезностей для того, чтобы быстро делать локалочки. Ну и следите за стримами на Twitch платформе. Берегите ноги, до скорого, успехов вам!